Всем привет! Это Андрей, компания Дали. Вы все знаете, в общем. У нас новый проект. Это пеналы из конструкционного алюминиевого профиля. В чем плюсы? Общая толщина всего 13 сантиметров. То есть это сопоставимо с соткой блоком 100-миллиметровым и штукатуркой с двух сторон. То есть это практически полноценная стена. В чем плюсы? Он достаточно жесткий. То есть на выгиб деформации подается слабо. Снаружи будет прификсирован, прикручен, закреплен гипсоволокнистый лист гипрока усиленного. То есть не простого гипсокартона, а прям усиленного с добавлением волокна, чтобы еще больше усилить эту конструкцию. Внутри пенал будет отделан полистиролом практически на всю глубину. То есть в конце мы получаем полностью законченное готовое изделие под малярку. Даже с возможностью установки розетки и выключателя. И мы в самом начале. Для вас пройдет пару минут, а мы тут еще на целый день. На данный момент сейчас собираем перечный профиль для стыковки с продольным. Потому что у вас в конструкции будет следующего плана. То есть представим, что это продольный профиль, который идет высоко-высоко. Но стыковаться он будет вот так, через специальный уголок, через заранее заведенные гайки и через саморез москвозь. То есть здесь у профиля есть две канавки. Мы рассверлимся на нужный диаметр, попадем сюда и закрутимся дополнительно на пару саморезов, которые зайдут в профиль. Потому что мы его еще и подзинькуем в нужных местах. То есть будет дополнительная обработка. Сейчас пока просто подготавливаем все поперечины, потому что они у нас напилены четко в размер. Они у нас все строго одинаковые. Компания Собери Завод постаралась. Пока Володя занимается разметкой под брус, он уже нанес разметку в тех местах, где у нас будет находиться наружная стенка пенала. В дальнейшем мы туда прикрутим брусок со всеми нужными выносами, как закладной под наш пенал и под стены. И обрамим все это дело нашими профилями алюминиевыми, предварительно приклеив там внутри пластик. И все будет отлично. По крайней мере мне так кажется. Ну я надеюсь. Вроде бы. Может быть. Самый быстрый способ установки это заранее отвести шайбу, позиционировать его над шайбой, прикрутить первый, второй выставить на резьбу. Этот элемент был немножко подвижен, то есть там на миллиметрик, на другой. Потому что будем притягивать сначала к этой части профиля, все и зажимать, а дополнительно саморезный контрить. В общем, каждая из стопок это часть стенок нашего пенала. Мы к ним закрепили угловые соединительные элементы. Сейчас будем брать вон тот профиль, пилить его по высоте, ну чтобы он сюда вошел свободно, потому что он 3 метра, а здесь потолки чуть ниже. И будем все это дело собирать. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В чем замут? Субтитры сделал DimaTorzok И начнем монтироваться. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 К нему закрепили декоративную планку и трек со всеми роликами, заранее заведенными. То есть у нас там уже полностью готовый механизм для того, чтобы навешать створку. От заказчика остается сделать пол, пригласить нас и все. У него готовые стены. В общем, у нас с одной стороны представлен финишный готовый вариант с частичной маляркой. Здесь пока еще до конца не доведено. Осталось приклеить 30-ти миллиметровые планки из гипсокартона. Мы их нарезали погружной пилой, пакетами. То есть они все одинаковые, идеально ровные. Мы их просто приклеиваем сюда к профилю на клей и гипсокартону, соответственно, тоже. Пристреливаем на шпильку и аккуратненько притягиваем скотчем, то есть от пластика сюда. Мы получаем уже вот отделанный готовый угол. Здесь, получается, ребята, пластик обработает как им надо. Он хорошо шлифуется, режется ножом абсолютно без проблем. Они планируют дополнительно подвести обои внутрь. И мы потом это все проклеим бархаткой. То есть здесь будет полностью закрытая колонна с дверью, с выключателями, с розетками. То есть как бы то, чего и хотел заказчик. В принципе, тема рабочая. То есть эта вся тема практически не играет. Играет только часть стены, которая не закреплена жестко. То есть здесь вот эта часть, она закреплена к стенке, а пенал он метровый. И по итогу мы получаем три готовых пенала, которые от пола до потолка примыкают к отделке. К ним можно подвести примыканием все дизайнерские элементы, которые задумывались ранее. И, собственно, наши планки декоративные, которые тоже здесь должны быть для того, чтобы закрыть механизм. То есть мы получили полноценно готовое решение для квартиры, у которой была свободная планировка с минимальной толщиной стены в 12 сантиметров. Так как у нас был расчет на эту стену, она около 13. То есть у нас прям вот камень преткновения стала вот эта стенка. Если бы мы сделали пеналы толще, у нас бы вот эта проекция выступала в сторону комнаты, а это не есть хорошо. Так она у нас чуть-чуть западает, но это, в принципе, визуально никак не ломается, потому что здесь будет шкаф, здесь будет дверь, этот угол будет как бы обособленным от всего остального. То есть мы за плоскость не вылазим. И чисто вот визуальный момент. То есть здесь у нас вот в открытом варианте видно, из чего состоит стена. Это, во-первых, гипсокартон усиленный, во-вторых, алюминиевый профиль, в-третьих, пластик, который приклеен к алюминию прям жестко. То есть мы его сегодня приклеили, он уже прям не отстает. В стандартном варианте исполнения мы используем брус 7 сантиметров. Здесь, так как весь пирог стены у нас при таком брусе занимал бы 13 сантиметров, а эта стенка 12,7, мы решили использовать брус-шестерку, но заранее понимая, пройдет ли створка для того, чтобы ее навесить. То есть я это в программе очертил по проекциям, посмотрел, как это все заходит, не заходит. Зашло и решили использовать шестой брус. То есть здесь световой проем получается 56 миллиметров. Створка у нас 38, и на бархатку получается у нас по 9 миллиметров как раз. То есть мы ровно центруем створку относительно проема, то есть она здесь в центре, и все работает прям шикарно. Так как задумывалось, так как планировалось, так как должно, в принципе. Здесь монтаж делился на несколько этапов. То есть первоначально мы смонтировали гипсокартон только с одной стороны, чтобы у электрика был доступ для прорезки розеток и вообще протяжки всей электрики, которая здесь есть. То есть мы закрепили в местах, где будет много розеток, гипс заранее, прям в первый день вместе с монтажом каркасов. А остальной гипсокартон мы уже по месту доделывали, когда были выводы под проводку. То есть важный технический момент, чтобы заранее это было продумано, где будут проходить провода под розетки, выключатели, если таковые будут иметься в пеналах. То есть вот в эту стену реально смонтировать и розетку, и выключатель, и все будет работать. Так как мы используем усиленный гипсокартон волокнистый, то есть без специального крепежа на него можно чуть ли не телевизор повешать, и все будет работать так, как должно, если все правильно сделать. В общем, такой у нас получился тестовый продукт. Надеюсь, мы скоро внедрим его в производство. У меня была задача сделать это максимально простым, удобным. Мы монтируем им прямо на объекте без вот этих сборок, которые у нас были здесь. То есть в дальнейшем, скорее всего, будем отдельный цех под это запускать, и это будет приезжать там с алюминием, со всеми делами монтажными, так, чтобы это было просто, удобно и легко эксплуатируемо. Что вот человек пришел, разобрался, смонтировал, все это дело накрутил на нужные места и все, и забыл об этом совершенно. То есть вот такая задача. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем очень рады обратной связи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok